Всем привет! Мне на днях пришла вот такая огромная посылка. Что же в ней? Фармикарий, напечатанный на 3D принтере. Это даже не фармикарий, а целое здание в миниатюре. Подобные конструкции встречаются очень редко, поэтому я попросту не мог пройти мимо. Вот такое огромное гнездо, выполненное в стиле древнеримской постройки, имея 4 входа и множество ступенек. Это у нас жилая часть. В коробке остались только промерки для увлажнения и прочие дополнительные детали. Ферма целиком напечатана на 3D принтере. Как заявил создатель, используемый пластик сделан на основе кукурузы. Это готовая, но пока все еще нуждающаяся в доработках модель, которую мне прислал магазин Ant Civilization на честный обзор. В конце видео я подведу итог, расскажу о всех плюсах и минусах, которые смог обнаружить. В качестве увлажнителя используется гипс. Имеются вставки, а также им залит пол нижних ярусов. Перед тем, как заселять мурашей, я протестировал систему увлажнения. И увы, ее пришлось дорабатывать самому. Боковые увлажнители вообще не работали. Пришлось убрать губки и приклеить вот такие трубки. Подобный апгрейд я делал с фермой, в которой живут у меня руфибарверсы. Верхний увлажнитель работает, но если с губкой, то увлажнение происходит очень медленно и неудобно. Если губку убрать, то живые камеры начинают затапливать. Поэтому я выломал эту деталь, залил гипсом, оставив углубление под воду. Еще одна особенность конструкции, она целиком должна помещаться в аквариум или большую арену. Я решил использовать аквариум, так дешевле и прочнее. Установил гнездо, под аквариум подстелил термоковик. Все-таки зима близко. Засыпал грунтом, поставил декор. Хотя это надо было сделать в последнюю очередь, после заселения. Так как руфибарверсы на зимовке, из больших колоний у меня остались только фейдолии. Им как раз уже давно нужен новый фармикарий. Увлажнил новое гнездо, промазал края антипобегом, и всего размера аквариума я просто старый дом феи разместил внутри. Часть из них жила в пробирках на Аэне. Естественно, морви не торопились переселяться. Только на четвертый день, когда я увидел, что немалая группа морошей обосновалась в имя, я решил, что пора ускорить процесс, а именно частично разобрал старое гнездо. Морови сплошились, потом успокоились, и примерно за сутки все перешли. Интересный момент. В гнезде осталась только группа солдат и прям совсем чуть-чуть рабочих. Видимо, это были старожилы, которые ни в какую не хотели покидать старый дом. Их пришлось вытыхнуть так на Аэну. После я убрал все лишнее и дорасставил декор. Вы можете заметить, морови практически нет снаружи. Может даже показаться, что они сбежали. Но нет. Они, к счастью, не делают попыток преодолеть антипобег. Все внутри гнезда. И основная масса выходит только во время кормежки. А теперь поговорим о преимуществах и недостатках. Начну с плюсов. Сам концепт. Сделать не типичную ферму, а в виде здания. По мне, это выглядит довольно красиво и креативно. Эта ферма не для новичков. Точнее, в данной задумке сделан упор на наблюдение не за внутренней жизнью муравьев, а за внешней. Размеры. Она огромна. И подойдет только для больших семей. Кстати, это еще можно и в минусы занести. Но не думаю, что это нужно как-то исправлять. Ровно так же, как и размер и глубину самих камер. Потому что на начальных этапах как раз интересно наблюдать за жизнью внутри гнезда. А когда колония уже большая и ты видел почти все, внимание переключается на арену. Там страницов, урожерни и так далее. Как говорил выше, это иной концепт. Лесенки. Не знаю, насколько рационально это вообще выделять, но меня дико умиляют и восторгают, когда мороши бегают по лестнице. Подобно маленьким человечкам. Теперь о минусах. Первое, о чем я хочу сказать, это система увлажнения. Ее нужно кардинально менять. Потому что та, которая была изначально, мало того, что неудобно, она еще и практически не работает. 3D принтер дает больше возможностей, как реализовать увлажнение в сравнении с фермами из оргстекла. Не нужно брать готовые решения с пробирками, губками, которые применяются в акриловых фермах по большей части от безысходности. Нужно инновационное решение, то, которое можно реализовать только имея 3D принтер. Корпус из оргстекла или похожего материала. Он необходим. Мало кто захочет искать подходящий аквариум, заказывать. Плюс, как бы я ни старался, лицевая часть гнезда неплотно прилегает. А под фермой есть зазор, где поселилась часть морошей. И если вдруг немного протопит гнездо, то находящиеся под ними моровьи утонут. Про камеры. Я хотел изначально отнести это в минусы. Мол, как наблюдать. Но не стал. И уже объяснил почему. Возможно, ты, мой внимательный зритель, заметил еще какие-то плюсы и минусы. Или не согласен со мной в чем-то. Напиши об этом в комментариях. Как я уже говорил, данный фармикай мне предоставил магазин N-Civilization. Она будет дорабатываться и, возможно, появится у них в продаже. А пока вы можете ознакомиться с их другим ассортиментом. Ссылка будет в описании. Если понравилось видео, ставь лайк, подписывайся на канал, вступай в группу. С вами был Моравьет. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok